Лиза была вообще как из мясорубки. На ней не было вообще живого места. Это был живот, спина, руки. Её ещё там пытались вытереть полотенцем. Это сейчас. Спустя 9 лет после рождения дочери Марина Багрова немного успокоилась. А тогда, в сельской больнице неподалёку от Уфы рождения, Лиза повергла в шок даже врачей. В первую минуту мне врачи вообще посоветовали оставить и уйти, что будет сложно, что можно родить здорового. Ребёнок долгожданный родился в срок, но без кожи на руках и ногах. От коленей до стоп. А ту, что осталось с живота и лица, по неопытности сняли сами врачи. Малышку экстренно поместили в отделении патологии новорождённых, где и поставили страшный диагноз – врождённый булёзный эпидермолиз. Это неизлечимое кожное заболевание ещё называют синдромом бабочки. Кожа у больных детей от рождения такая же нежная и хрупкая, как крылья мотылька. Можно нечаянно даже повернуться, задеть лицо и снять кожу. Я уже, знаете, как спецназовец по дому, везде рядом с ними. Такое генетическое заболевание встречается у одного ребёнка на 100 тысяч новорождённых. И надо было случиться, что и второй ребёнок, Матвей, родился с таким же диагнозом. Перевязывающий материал у меня уже в течение часа мне подвёз муж. И пока мы были с ним в роддоме, я его так же перевязывала, как и Лизу. Теперь каждая минута жизни мамы – это попытка уберечь своих детей от особенно жестокого по отношению к ним мира. Но даже такая забота спасает не всегда. Когда однажды врачи попытались взять кровь из пальца Лизы, кожа с кисти руки снялась, как перчатка, вместе с ногтями. С возрастом пальцы потеряли подвижность и теперь срастаются. Девочке необходима операция. Петербургские хирурги готовы помочь. Ей сделают разделение вот этих спаечек, которые не дают возможности разогнуть эту руку. Мы разогнём эти пальчики, поставим пластинки, чтобы они обратно не сворачивались. В детской городской больнице на Авангардной Лизу хорошо знают. Год назад её здесь оперировали. Из-за спаек в пищеводе малышка уже почти не могла глотать пищу. Теперь очередь младшего брата. А ещё нужны консультации специалистов. У обоих малышей тяжёлые сопутствующие заболевания глаз. Но делать всё это бесплатно по страховке в больнице не могут. Пациенты из другого региона. Так что им выставят счёт на 1 миллион 100 тысяч рублей. При этом единственной в семье зарплаты папы, он инженер, не всегда хватает даже на перевязочные материалы. Суммы только на специальные бинты для маленьких бабочек в месяц выходят просто астрономические. У нас работает только муж. Были случаи, что нам приходилось брать кредиты на медикаменты. Пока прогнозы врачей по поводу брата и сестры плохие. Особенно тяжёлая ситуация со здоровьем Лизы. В ближайшие несколько лет девочка может превратиться в лежачего инвалида. Это один из трагичных сценариев заболевания. Кто-то даже мамы заранее покупает такие вещи. Я сказала, что я не буду. Насколько максимально у меня могут дети двигаться. Нет, никаких пока колясок. Я надеюсь, что хотя бы в таком режиме мы будем всегда. Анна Лавронова, Евгений Раков и Олег Скоков. Вести Петербург. Чтобы помочь Лизе и Матвееву, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств для малышей. На сайте нашей телекомпании и на сайте Русфонда, все адреса сейчас на экране, можно увидеть, сколько денег уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...